Чечню, а вглубь ее территории продвигаются федеральные части, создавая таким образом зону безопасности, территорию свободную от бандформирований. С Чечено-Ингушской границы наш специальный корреспондент Дмитрий Седов. Российские войска пока находятся на Чечено-Ингушской границе. Они еще не пересекали административный рубеж, но артиллерия уже ведет огонь по ценам в Чечне. Как здесь говорят местные жители, снаряды ложатся возле селения Горогорск, где накануне на этом направлении произошло первое вооруженное столкновение между российскими войсками и боевиками. Как нам удалось выяснить, колонна российских войск, которая двигалась к чеченскому селу Горогорск, была обстреляна неизвестными. Солдаты открыли ответный огонь. При поддержке танков нападавшие были рассеяны. Но первой целью российских войск на этом направлении стал чеченский пограничный блокпост, который находился на этой дороге, которая идет из Молгобегского района Ингушетии в Грозный. Достоверной информации о людских потерях среди участников этих боев пока нет, а с российской стороны нет даже косвенных данных о том, есть ли вообще такие потери. Из Ингушетии тяжелые орудия 58-й армии бьют по Чечне уже вторые сутки, бьют одиночными снарядами и целыми залпами. Уже все господствующие на Дачкерии высоты заняты российскими артиллеристами. Танкисты и мотострелки давно окопались почти по всему периметру административного бежа. Накануне в обстреле чеченской территории принимало участие не только тяжелые артиллерии и минометы, но и авиация. Узнать на месте, по каким целям ведется огонь, невозможно. Офицеры отказываются от интервью. Солдаты говорят, что им неизвестно ничего, кроме координат, по которым они наводят свои орудия. Местные жители утверждают, что российские войска хотят уничтожить якобы расположенные возле села Горогорск устарные нефтеперегонные заводы, которые принадлежат боевикам. Артиллерия обстреливает и прекраничные лесополосы. Когда мы снимали этот репортаж, то в промежутках между орудийными выстрелами до нас доносились звуки автоматно-пулеметной стрельбы. Стреляли на самом переднем крае российских войск. Офицер, который просил не называть его фамилии, сообщил, что это прочесывает местность разведчики. Наверное, даже неискушенному в военном деле человеку становится понятно, что идет подготовка к выдвижению войск на новый плацдарм. Тем временем не прекращается поток беженцев из Чечни в Ингушетию. Их в республике уже насчитывается более 100 тысяч человек. В станице Орджоникидзевское для них был сегодня развернут доставленный самолетом из Москвы полевой многопрофильный госпиталь Всероссийского центра медицины катастрофы. Планируется, что он сможет принять амбулаторно до 500 пациентов в сутки. Я на вопрос задам, как президент. У вас будет подвижная группа в лагеря беженцев? Да. Мы предполагаем, что у нас есть специальный резерв оборудования, что мы можем сесть на автобус, где-то необходимо приехать, посмотреть. Или, может, организуем, что оттуда привезут, чтобы здесь все как центр было, чтобы мы могли посмотреть здесь. А к переднему краю российских войск на Чечено-Ингушетской границе подходят все новые подразделения российских войск. Этот прапорщик говорит, что его мотострелковая часть еще неделю назад была в Свердловске. Сегодня он в Ингушетии. Но не знает, где и почему приказу он окажется завтра. Дмитрий Седов, Максим Ушанов, Александр Панков. НТВ. Чечено-Ингушетская граница. Сегодня первый заместитель начальника генерального штаба Минобороны России генерал-полковник Манилов подтвердил информацию о том, что федеральные войска углубились в Чечню по нескольким направлениям и что в некоторых районах идут столкновения с отрядами сепаратистов. На этой карте представлен весь регион Северного Кавказа, где разворачиваются основные события. Федеральные войска сосредоточились у административной границы Чечни и начали продвижение вглубь ее территории с тем, чтобы создать там так называемые зоны безопасности. Это происходит по четырем направлениям. На данный момент мы располагаем информацию из российских источников о продвижении войск в направлении населенного пункта Горогорск и об активных действиях артиллерии со стороны Молгобегского района Ингушетии. От границы Дагестана войска выдвинулись в Шелковской район и заняли село Бороздиновское. Это, повторяю, информация российских источников. Что касается Ставрополья, то о ситуации на административной границе с Чечней идет противоречивая информация, в основном из источников в Грозном. Здесь утверждают, что со стороны Ставрополья российские бронетанковые части продвинулись на 15 километров в сторону Чечни и заняли позиции в степях по условной линии Кречетова, Капустин, Саркасай, Сары, Су, в Шелковском и Наурском районах. Четвертое направление – Северо-Осетинское. Сегодня из Моздока, где находится российская военная база, вышла колонна бронетехники. Вы видите, как бронемашины пехоты движутся по трассе в направлении административной границы Северной Осетии и Чечни. Кстати, в период ожесточенных боев в Дагестане с прорвавшимися туда боевиками военные предполагали, что следующий удар террористы готовят именно на этом направлении. Сегодня утром федеральные войска заняли первый населенный пункт на чеченской территории – село Бороздиновское, в трех километрах от административной границы с Дагестаном. Этому предшествовала артподготовка, и войска практически не встретили сопротивления. Из Дагестана наш специальный корреспондент Борис Кольцов. Когда-то этот КРПП у Герзельского моста был самым оживленным местом товара обмена между Дагестаном и Чечней. Сейчас дорогу засыпают опавшие листья. И, вероятнее всего, нынешней осенью это положение не изменится. По крайней мере, на вопрос, когда граница снова откроется, милиция в Хасавюрке не отвечает. У них есть приказ, и они его выполняют. Время от времени беженцы на той стороне не выдерживают. Сегодня утром это произошло на Герзельском мосту. Была попытка прорваться здесь к границу, человек 300 собрал. Сейчас мы их рассели, они вот по сулам разошлись. А сейчас, в основном, значит, они сосредоточены не где КПП, а где нет КПП, а вот есть возможность пройти через реку или так, или с ним массивом. Вот там, ну, где-то около 10 тысяч я сбеженцев по нашей территории, по Хасавюртеску. Периодически к мосту подходят парламентеры. При нас двое мужчин хотели поговорить о каком-то заложнике, но разговаривать с ними не стали. Также на наших глазах завернули назад нескольких женщин с сумками. По данным милиции, все, кто имел в Дагестане близких родственников, уже находятся на территории республики. Остальные рассредоточились вдоль границы, в надежде, видимо, попасть в Дагестан нелегально. Выхода у них нету. Боятся бомбежек, там, войны, там, которые, они говорят, вот-вот война должна начаться. И вот они от этого убегают. Еще одно место сосредоточения беженцев, железнодорожный мост у села Нижний Герзель, сейчас совсем пуст. С еще стоящими над водой конструкциями продолжают работать минеры, и поэтому из зоны возможного взрыва все удалились. Чеченская территория здесь совсем близкая, на той стороне можно разглядеть не только вооруженных таможенников, но даже пограничный столб, выкрашенный в цвета чеченского флага. О том, что спокойствие на границе хрупкое, напоминают раскаты залпов, доносящиеся со стороны Навалакского района. Еще в глубине республики можно встретить военные колонны, которые движутся в сторону границы. Но, судя по технике и солдатам, это не свежие части. На официальном военном языке все это называется перегруппировка сил. Борис Кольцов, Вячеслав Уткин и Дмитрий Бенедичук, НТВ, Дагестан. А сейчас Борис Кольцов. Его репортаж вы только что видели, вышел в прямой эфир нашей программы. Борис, здравствуйте. Что нового известно о продвижении федеральных сил по Чечне от границы Дагестана? Добрый вечер, Татьяна. Вполне можно ожидать этой ночью определенную военную активность в районе населенных пунктов Курдюковска и Кагарлиновска. Это населенные пункты, которые находятся далее по дороге от Бороздиновский в сторону Шелковской. Это райцентр в Чечне. И вообще все, что там сейчас происходит, напоминает выравнивание, ну если не линии фронта, то линии обороны. То есть вот, например, Бороздиновская, это населенный пункт, который находится рядом вот с таким известным уже названием в Дагестане, как Капаевский гидроузел. Все лето там нашим военным не давали покоя боевики из Чечни. И теперь та лесополоса, которая отделяла Капаевский гидроузел от территории Чечни, она находилась на территории Чечни в основном, она, в общем, теперь взята под контроль. И, видимо, следует ожидать, что федеральные силы возьмут всю дорогу, которая идет от Кизляра в сторону станицы Шелковская по территории Чечни вдоль терека. Видимо, они хотят взять ее под контроль. Таким образом, они лишают, во-первых, боевиков нормальной дороги, по которой можно перевозить и боеприпасы, и людей. И одновременно берется под контроль вот та самая лесополоса, которая идет вдоль терека. Татьяна? Так, Борис, а встречают ли войска сопротивления со стороны боевиков? Есть у вас какая-то информация на этот счет? Татьяна, пока складывается впечатление, что инициатива находится на стороне федеральных сил. То есть, вот, например, что касается Бороздиновской, то первые выстрелы прозвучали там еще минувшей ночью. Эта разведгруппа выдвинулась вперед, встретила сопротивление боевиков, отошла. После этого по боевикам был нанесен удар артиллерии, о которой уже говорилось в нашей программе. И после этого войска, практически не встречая сопротивления, вошли в Бороздиновскую. Вероятно, такая же тактика будет продолжаться и дальше. В принципе, эта тактика и летом использовалась, когда были нападения на наши заставы. Также разведгруппа выходила вперед, и боевики выдавали свое местоположение, потом по ним наносился удар. Татьяна? Борис, а что происходит с дагестанскими отрядами самообороны и ополченцами? Вот, насколько я знаю, сегодня в Хасавюрте был митинг, на котором ополченцы выступали против планов разоружения и распуска отрядов самообороны. Мы сегодня были в Хасавюрте, этот митинг мы не застали, но ополченцев мы видели, они активно участвуют в обороне границы. Мы их видели и вместе с милиционерами на постах. Вероятнее всего, это было не на главных постах, такое, как, например, Герзельский пост, а на въездах и выездах в села, которые расположены вдоль границы. Причем ополченцев там как раз больше, чем, например, стоит один милиционер и несколько ополченцев. И также мы их видели по пути между Хасавюртом и непосредственно границей, тоже на постах. И еще интересный момент, по-моему, это все-таки были ополченцы. Сегодня в сторону границы шла военная колонна, о которой я уже говорил. Так вот, некоторую технику, которая, ну, выходит и строит, ее надо быстро починить. Так вот, по-моему, ополченцы как раз помогали нашим солдатам чинить эту технику. И, насколько я понимаю, вопрос о разоружении дагестанского ополчения вообще не стоит. Спасибо большое. В прямом эфире программы «Сегодня» был наш специальный корреспондент Дагестания Борис Кольцов. Сегодня Эдуард Шеварднадзе дал понять, что он готов посредничать между Москвой и Грозным в урегулировании ситуации. Грузинского президента просит об этом власти Чечни. Шеварднадзе отвечает из Киева. Переговоры нужны, а что касается посредничества, я плохой посредник. Не знаю, что из меня из этого выйдет. Вообще, обращение такое было. Я попытаюсь лишь бы остановить это. А в Грозном сегодня проходило массовое мероприятие, названное Общенациональным съездом чеченского народа. Впервые за последнее время сюда пригласили журналистов, чтобы показать, видимо, что чеченский народ и власть едины. И все это на фоне потока беженцев из Чечни, которые спасаются не только от бомбежек российской авиации, но и от беспомощности своего руководства, которое привело республику на грань новой войны. Подробнее Михаил Антонов. Сегодня в селении Новой Алды президент Масхадов лично напутствовал чеченских боевиков, отправляющихся на войну с федеральными войсками. Впрочем, власти Чечни называют этих людей ополченцами по операции федеральных войск агрессии. Коллективный молебен в местной мечети. Президент молился рядом с ополченцами, каждый из которых сегодня поклялся совершить на этой войне подвиг. Сегодня же в Грозном собрался Общенациональный съезд чеченского народа. Это официальное название мероприятия. 550 делегатов и 300 приглашенных соединенных командиры и министра силовики. В течение нескольких часов обсуждали ситуацию на границе. Как потом сказал министр государственной безопасности Турпал Абгиреев, приняли решение обороняться. По заявлениям чеченского руководства против федеральных войск, республика готова выставить 50 тысяч бойцов. Причем только половина будет воевать в самой Чечне, остальные должны совершать диверсии на территории России, в Дагестане, на Ставрополье и дальше. Набором ополчения и координацией всех боевых действий против российских войск может заняться Государственный комитет обороны. Делегаты съезда рекомендовали президенту Масхадову сформировать этот орган на период военного времени. По словам Турпала Абгиреева, министра госбезопасности, бои на территории республики начались вечером в пятницу. Первые столкновения произошли в Наурском районе, вблизи поселка Горогорск и неподалеку от совхоза Советская Россия. Чеченская разведка докладывает, что вглубь Чечни российские войска продвинулись в среднем на 5 километров. Сейчас они продолжают двигаться в Кизлярском, на Валахском направлениях. В Шелковском районе они закрепляются около населенного пункта Каргалиновской. Михаил Антонов, телекомпания НТВ. Российские политики дают свои оценки ситуации в Чечне, исходя из своих политических позиций и опыта. Сергей Степашин, одна из ключевых фигур войны в Чечне 1994-1996 годов, предлагает себя чеченским властям в обмен на освобождение заложников и выдачу главных террористов. Аслан Масхадов, по-моему, потерял все позиции. Я готов махнуться, как говорится, в таких случаях. Пожалуйста, я готов сейчас приехать в Грозный. На этом заканчивается война в Чечне. Выдаётся Басаев, Хаттаб, освобождается Шпигун, ещё 180 захваченных человек. Давайте я вот отвечаю официально Аслану Масхадову. Аслан Олегович, пожалуйста, я готов. Такое-таки слово от своего не сдержать, потому что у вас возможности нет. Чеченцы или те, кто себя считают чеченцами и воюют против нас, эти бандиты, они ведь никогда в открытую не воевают. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов видит причину происходящего в политике Кремля и не исключает крайних ситуаций. Я не исключаю, что это нагнетается в том числе и на юге Чечне специально для того, чтобы ввести чрезвычайщину. Чрезвычайщина – это единоначалие. Наш начальник, который сидит в Кремле, не в состоянии ныне собой управлять, не говоря уже государством. Поэтому исключительно важно уберечь страну от этого проявления. И во что бы то ни стало провести честные, демократичные выборы и осуществить новую политику. Бывший премьер Примаков против наземной операции в Чечне, но он поддерживает последние действия российских военных против террористов. Чеченскую тему лидер блока Отечества «Вся Россия» затронул в Рязани, где находится по существу в предвыборной поездке. Репортаж нашего специального корреспондента Алексея Пивоварова. Рязанский вояж Евгения Примакова подчеркнуто неофициален. В программе ни одного протокольного мероприятия, а только встречи с жителями и прогулки по городу. То есть все примерно так, как бывает во время предвыборных поездок. Но сам Примаков говорит, что выбор здесь ни при чем. Он объясняет, что давно собирался в Рязань, потому что любит этот город, его жителей и поэта Сергея Есенина, который неподалеку родился. На плакатах политкорректные формулировки Примакова называют не лидером Отечества всей России, а академиком Российской Академии Наук. Студенты на экс-премьера идут валом. Это встреча в педагогическом университете. Примакова, во-первых, рассматривают, он все-таки столичная знаменитость, во-вторых, спрашивают о наболевшем. Лидер Отечества всей России говорит то, что хотят услышать и студенты, и преподаватели. Вузы закрывать нельзя, стипендии нужно повышать, а зарплаты индексировать. Больше всего вопросов о Чечне – это больная тема. Многие рязанские призывники сейчас служны Кавказе. Примаков заявил, что поддерживает точечные удары по территории Чечни. Что до сухопутной операции, то экс-премьер категорически против. Борьба против террористических акций, которые осуществляются достаточно интенсивно и эффективно с нашей стороны, создаст новую обстановку в той же Чечне, где все больше и больше будет людей, которые будут считать своим долгом борьбу против экстремистских элементов за свое выживание, за свое благополучие. Судя по кортежу, в Рязани к Примакову до сих пор относятся, как к вполне действующему премьеру. Сейчас, в общем-то, не менее нормально, но три месяца прошло после операции. Залы, где проходят встречи с академиком, переполненные места занимают за час до начала. В муниципальном культурном центре, так теперь называется районный дом культуры, Примакова спросили, против кого выступает Отечество вся Россия. Мы не выступаем против каких-то сил. Кто-то хотел нас, может быть, сделать анти. Но мы за. Сегодняшний вечер академик Примаков проведет в кругу рязанских друзей. Его поселили в одной из загородных резиденций. Завтра Примаков поедет в Константиново на родину Есенина. Там экс-премьер откроет ежегодный праздник поэзии. Возможно, он и сам прочтет что-нибудь. Алексей Пивоваров, Евгений Турчак, НТВ, Рязань. Сегодня мы возвращаемся к недавним трагическим событиям в Волгодонске. Вслед за Буйнакском и Москвой здесь был совершен такой же террористический акт. Жертв при взрыве у жилого дома оказалось меньше лишь потому, что замысел преступников не совсем удался. Расследование этого теракта практически закончено. Известно, кто это сделал. Наши корреспонденты проследили путь преступников и судьбы тех, кто потерял все. Из Волгодонска Вадим Токменев и Сергей Смирнов. Боевиками Басаева в ближайшее время планируется проведение терактов. Выехали лица узбекской, таджикской национальности. При себе могут иметь паспорта граждан республики Кыргызстан. Это оперативное сообщение было передано сегодня ночью по всем милицейским постам. Голос из «Динамика» настаивал внимательно прослушать информацию и записать имена предполагаемых террористов. Их 14. На Волгодонском КПП в это время приостановили проверку машины и перекрыли въезд в город. Ведь теперь у них появилась еще одна важная ориентировка, дополнившая список преступников, уже совершивших террористические акты. В том числе и в их городе. Они до сих пор не пойманы. И от этого искалеченный Волгодонск продолжает жить в напряжении. С самого начала у спецслужб были все основания говорить о том, что они напали на след террористов, которые рано или поздно будут пойманы. Вскоре даже началась тайная операция по их задержанию. Но она неожиданно провалилась. И все потому, что преступники случайно узнали важную новость. Главный свидетель жив. Сейчас он находится в руках следствия, которое по-прежнему хранит официальное молчание. Между тем появляются все новые подробности, связанные со взрывом в Волгодонске. Сейчас вы впервые видите лица тех, кто причастен к произошедшему 16 сентября в одном из самых крупных и густонаселенных районов небольшого города. Это уже не фотороботы, а копии их настоящих фотографий. И, как казалось, все они жители Ставропольского края. 20-летний Тимур Батчаев из села Учки-Кенмала Карачаевского района. 33-летний Юсуф Крым-Шамхалов из поселка Мирный. И 37-летний Адам Дикушев из города Карачаевск. Сегодня нам удалось восстановить их планы схемы передвижения до мельчайших деталей. Примерно 11 сентября из Пятигорска вышел серый КАМАЗ, груженный почти полутора тоннами смеси гексагена с тротилом. Но об этом никто не догадывался. На многочисленных постах, где машину действительно не раз проверяли, обнаруживали только картофель. Под ним и скрывалась взрывчатка. Приехав в Волгодонск, террористы сразу же направились на рынок. Здесь они для виду интересовались сбытом привезенных овощей. Передвигаться по городу на грузовике было небезопасно. Для этих целей и был предусмотрен темно-зеленый «Москвич-2141», который, кстати, до сих пор не найден. Позже появилась еще одна машина, известный ГАЗ-53. В плане бандитов это был ключевой момент. Грузовик много лет стоял под окнами многоэтажки, а его хозяин, житель этого же дома на Октябрьском шоссе, по фамилии Искандеров, был всем известен. Никаких ни у кого подозрений возникнуть не могло. Ведь никто не знал, что за четыре дня до взрыва он продал свою машину трем неизвестным. Последние загрузили его взрывчаткой, и в ту ночь попросили поставить газ на прежнее место. Бывший хозяин также пообещал, что, охраняя какой-то ценный груз, просидит в ней до утра, а уже днем они оформят все документы. Таким образом, главный свидетель должен был умереть, но за 30 минут до взрыва он ушел погреться домой. Тем временем террористы, на освободившемся от груза в все том же КАМАЗе, возвращались домой. Последний раз их видели на базе отдыха в Кисловодске. Там они отмечали свой успех. А Волгодонск с тех пор все больше погружался в отчаяние и безысходность. Около взорванного дома, который уже наполовину разобран, до сих пор можно найти немало личных вещей. Фотографии, тетради, документы и даже книги, как, к примеру, эта, которая как будто специально напоминает о произошедшем. Сюда уже давно никто не приходит. У пострадавших сейчас слишком много других забот. Нужно успеть взять талон на питание, занять очередь на компенсацию и узнать про жилье. Так каждый день. Делят деньги, там, кому 50 тысяч, кому 70. И уже такие слухи идут. Почему им больше, почему нам меньше. Да мне эти деньги не нужны, понимаете? Не нужны мне эти деньги. И вот эти, то, что там тряпки, да, вот это все, эта суматоха идет, дележка сейчас пойдет. Мне только вот одно. Угол мой и маму. У Ольги Пархоменко в ту ночь погибли мать и бабушка. Оставшиеся в живых члены этой семьи сейчас находятся в гостинице Волгодонск, которая почти полностью забита жильцами 35-го дома. Теперь им обещают, что уже совсем скоро отсюда их пересеют. Они ждут. Шок постепенно проходит, отчаяние, сменяется гневом. Я сначала же не верила, что вот умер муж у меня или как. Я ждала его все. Вообще бы я стрелять пошла. Если бы не дочь, я пошла на войну. Возможно, что-то изменится в настроениях, когда будет сдан этот дом. Местные власти обещают 15 октября выдать первые ордера. Еще через год в Волгодонске появится многоэтажка, подаренная московским мэром. Но жилья на всех все равно не хватит. Жители устоявших домов, а их около 30, которые также оказались в эпицентре взрыва, который сейчас ремонтируется, по-прежнему отказываются возвращаться на прежнее место. Сегодня они заявили, что готовы даже уехать в другой регион. Впрочем, некоторые считают это бесполезной затеей. Ирина с детьми, мужем и родителями сегодня весь день провела в своей полуразрушенной квартире. Они своими силами начали здесь ремонт и теперь никуда не хотят уезжать. Ведь до этого они жили в Буденовске, откуда сбежали, в Волгодонск, сразу после известных событий, связанных с теми же террористами. От одной беды к другую попали. Теперь убедились, что бежать уже некуда в нашей стране, что это везде тебя может застать. Все бы ничего, говорит Ирина, если бы не маленький Данил, который все это время уверяет, что нужно всего лишь попросить о помощи. И тогда у них будет одежда, игрушки и хлеб. Сегодня, не поверив родителям, он решил сам это сделать, припомнив фамилии всего двух человек. Хочется, чтобы нам помогли кто-нибудь. Или Владимир Жириновский, или Ельцин. Сегодня в Белграде югославская полиция блокировала улицы, ведущие к резиденции президента Слободана Милошевича, чтобы не допустить туда участников оппозиционной манифестации. Напомню, что в пятницу полиция и каждый из них сносил по три пары сапог. Между тем, многие жители китайской провинции даже во время официальных чествований социалистического строя не отвлекались от будней рыночной экономики. Корреспонденты нашего Дальневосточного бюро побывали в одном из городов Китая, где жизненный уклад определяется торговлей с Россией. Репортаж Ильи Зимина. Пожалуй, больше нигде в мире так не встречают человека из России. Человек этот почти всегда приезжает с большим мешком и сотни пар рук готовы моментально наполнить этот мешок своими товарами. Это город Суйфунхэ на севере Китая, созданный специально для торговли с Россией. Каждый из этих людей мечтает помогать русскому челноку, ходить за ним по пятам и таскать его тяжести. Их зовут помогайками и платят около двух долларов. Большинство русских, впрочем, на этой помощи экономят. 50-килограммовые тюки ворочают сами. Лишний товар везут, чтобы окупить поездку. Пять лет назад здесь была крохотная и грязная деревня. Город Суйфунхэ вырос на глазах щелноков и на их деньги. Застроен весьма стойкими домами по старым советским проектам. Китаец, гуляющий с собакой, уже никого не удивляет. А это здесь признак благосостояния. Успех этого молодого человека – олицетворение новой китайской мечты. Он приехал из деревни, взял в долг 5000 юаней, посуду и открыл свой ресторан. Си Чон До служит у него администратором. Хорошо говорит по-русски, потому что другое его имя – Анатолий Кавригин. Его родила русская женщина в Хабаровске. А в Китае он живет ровно 50 лет. Ровесник КНР. Китайская коммуническая партия предоставила китайскому народу очень-очень много хороших условий. Весь китайский народ уважает китайскую партию. Кроме пивзавода, построенного русскими в 2013 году, в Суй-Фун-Хе совсем нет промышленности. Все торгуют, и коммунистическая метрополия многое закрывает глаза. Прямо на улице здесь безнаказанно занимаются валютными операциями. После российского кризиса челноков стало меньше. Заметив это, Пекин в честь 50-летия родины объявляет Суй-Фун-Хе городом свободной торговли. Русским разрешено въезжать по обычным паспортам, открывать свои магазины и пользоваться большими льготами. Однако еще неизвестно, согласится ли Россия облегчить свои таможенные и пограничные формальности. Эта пожилая женщина держит в Суй-Фун-Хе ресторан. Ее история на вывеске. Бабушки Федосьи, потомки белой эмиграции. Написано коряво, но от клиентов из России отбоя нет. Она их жалеет. Родители Федосии Ивановны бежали в Манчжурию от советской власти. Она русская, но подданная Китая. И даже сны видит китайские. Видишь, бабка ловит, видишь, бабка ловит, бабка ловит, правда? Можно везде прожить. Вот я инвалид и тоже у вас с утра до вечера здесь работаю. Пока в России думают, как отреагировать на новые торговые инициативы Китая, в Суй-Фун-Хе к этому давно готовы. Скорее для гостей, чем для себя, на Большой горе здесь строят целый буддийский комплекс. Каждые полгода появляется новая гостиница. Для поддержания порядка увеличен штат городских полицейских. И если в России все будет без потрясений, здесь полагают, что Суй-Фун-Хе в недавнем прошлом деревне через несколько лет станет миллионным городом. Илья Зимин, Александр Нечухаев, телекомпания НТВ, Китай. Наша программа подходит к концу. Через несколько минут ее завершат мои коллеги новостями спорта и прогнозом погоды на завтра. До свидания. Продолжение следует...